Я Авдеева Анна Николаевна, преподаватель кафедры материаловедения и машиностроения Ташкентского государственного транспортового университета. И сегодня мы с вами поговорим о шероховатости поверхности. На любой детали, выполненной на металлообрабатывающем станке, при сильном увлечении можно заметить неровности. Это следы режущих инструментов, резца, фрезы и даже следы остаются от шлифовального круга, иначе говоря, от абразивных частиц абразивного круга. На поверхности остаются близко расположенные к друг другу впадины и гребешки. Они остаются как в продольном, так и поперечном сечении. Совокупность всех неровностей, образующей рельеф поверхности детали, называется шероховатостью. Соприкосновение детали происходит по вершинам выступов микронеровностей, образующие так называемую контактную поверхность. Контактная поверхность обычно всегда меньше реальной, то есть общей поверхности детали. Даже после тонкой шлифовки соединяемых деталей, контактная поверхность в два, в три раза меньше, чем номинальная. А при обычной же обработке рисунок, действительная площадь касания составляет менее 20% от реальной. Давайте с вами рассмотрим, как влияет на работу машин детали с разным качеством поверхности. На рисунке изображены два валика, диаметры которого при измерении микрометром оказались практически одинаковыми. Но шероховатость, то есть вот эти вот выступы гребешков на валике А, у нас с вами больше, чем на валике Б. Если принять, что валики будут работать в одинаковых условиях, то установленный расчетом зазор между валиком и отверстием в случае А нарушится быстрее из-за истирания поверхности, чем в случае Б. И надежность работы механизма автоматически уменьшится. Вообще, величина шероховатости и микронеровности, определяемая высотой гребешков, глубиной впадин оказывает весьма существенное влияние и на другие эксплуатационные характеристики деталей. Например, трение, износоустойчивость, прочность, антикоррозийная стойкость и многие другие параметры. Чем больше высота неровности, тем сильнее сцепление между гребешками. А потому при относительном перемещении поверхности следует затратить гораздо большую силу, чем если бы поверхность была гладкая. И чтобы преодолеть, уходит много энергии. Иначе говоря, трение затрачивает всю эту энергию. А значит, КПД машины значительно уменьшается. В зависимости от назначения и условий работы деталей машин допускают различную шероховатость поверхности. И на одной и той же детали шероховатость ее различных поверхностей могут очень сильно отличаться друг от друга. Вообще, правильное назначение конструкторам шероховатости поверхности, соответствующие условия работы деталей, имеет огромное значение в машиностроении. Возникает вопрос. Почему же нельзя все поверхности деталей сделать с минимально возможной шероховатостью? Давайте посмотрим ответ. На самом деле, на современном этапе существует так называемая лазерная обработка. Чаще всего ее используют для резания металла. Но на современном этапе существуют и токарные, и фрезерные станки с лазером. Но! Какова цена? Иначе говоря, чем более гладкая поверхность, тем дороже себестоимость деталей. На сегодняшний день лазерная обработка самая точная и самая дорогая. Согласно ГОСТу, требования к шероховатости поверхности должны быть обоснованы и устанавливаются, исходя из функционального назначения поверхности. Если требования к шероховатости поверхности не установлены, то она не подлежит просто контролю. Требования к шероховатости поверхности должны устанавливаться путем указания числового значения параметра и значения базовой длины. Иначе говоря, идеально должна быть не вся поверхность, а только та, которая входит в контакт, то есть в соединение. Шероховатость поверхности оценивается количественно и качественно. Количественная оценка состоит в определении высоты шероховатости по одному из далее нами рассмотренных параметров и измеряется при помощи приборов. Качественная оценка шероховатости заключается в сравнении ее с образцами. Если периодически повторяющиеся выступы и впадины на поверхности имеют относительно большой шаг, то эти неровности мы будем называть волнистостью поверхности. Волнистость бывает как продольная, так и поперечная. Но волнистость и шероховатость совершенно не исключают друг друга. То есть по профилю волнистости может идти и сама шероховатость. Линия заданной геометрической формы, определенным образом проведенная относительно профиля и служащая для оценки геометрических параметров поверхности, мы будем называть базовой линией. А базовая длина это длина базовой линии, используемая для выделения неровностей, характеризующей шероховатость поверхности. Рассмотрим далее параметры и характеристики шероховатости поверхности. Установлено шесть параметров шероховатости. Три из них. Первые. Высотные, связанные с величинами выступов и впадин. Два из них. Называются параметрами шаговыми. И связаны со значениями неровностями направлений базовой длины. И один параметр. Опорный. Связанный с формой неровности профиля. На самом деле, идеальный размер мы можем поставить только на чертеж. А в жизни мы получаем реальный профиль. Для того, чтобы выяснить, насколько реальный профиль отличается от номинальных размеров, необходимо выбрать какую-то нулевую отметку, иначе говоря, базу. В данном случае, для отклонения шероховатости, за базу выберем с вами среднюю линию профиля. Это базовая линия, имеющая форму номинального профиля и проведенная так, чтобы в пределах базовой длины среднеквадратичное отклонение профиля до этой линии было минимальным. Иначе говоря, строго посередине, насколько это возможно в математическом выражении. А уже отклонение от этого профиля, это расстояние между точкой реального профиля и профилем базовой линии. Вот здесь вот на картиночке указана средняя линия, и обозначена буковка М, как идеальный профиль. И реальный профиль с вот такими вот отклонениями, Y-итами. Ну а теперь давайте рассмотрим каждый из тех параметров, которые были на предыдущих плакатах отдельно. Первый параметр – среднее арифметическое отклонение профиля. Это среднее арифметическое абсолютное значение отклонения профиля в пределах базовой длины. Математическая формула выглядит вот таким образом. А смысл следующий. На заданной поверхности, в данном случае на базовой длине L, выбирается n-ное число замеров, и находится среднее его значение. Следующий параметр – это высота неровностей по 10 точкам. В данном случае, в принципе, можно сказать, что это тоже среднее арифметическое, но мы должны взять 5 значений выше условно-номинального размера средней линии и 5 размеров минимальных, то есть ниже средней линии. И найти по этим высотам и по этим глубинам высоту неровностей профиля по 10 точкам. Обозначается она RZ. Следующее. Если мы по самой высокой точке проведем линию выступов, а по самой низкой точке проведем линию впадины, то расстояние между ними как раз и будет следующей характеристикой, следующим параметром. Наибольшая высота профиля. Обозначается она R максимум. Следующее. Средний шаг неровностей. Иначе говоря, опять же, берем нашу базовую линию и измеряем расстояние, то есть шаг от начала одной неровности до начала следующей неровности. Выбираем определенное количество этих шагов и находим среднее значение. Обозначается она буковкой S. Следующая неровность, вернее, следующий параметр, тоже шаговый, называется средний шаг местных выступов профиля. И находится он следующим образом. Находится расстояние между вершинами реального профиля, то есть неровностями. Вот здесь вот показан вот этот вот параметр, опять же, исключительно на базовой длине. И судя по формуле, опять же, находится среднее значение. Сколько у нас с вами будет измерений, то есть измерений будет n, на столько мы должны с вами поделить, чтобы найти среднее значение. И, наконец, последний параметр шаговатости. Называется он относительная опорная длинная длина профиля. Это отношение опорной длины профиля к базовой длине. Иначе говоря, если бы у нас материал был идеально жесткий, то контакт бы был только по одной вершине, по которой проходят линии выступов. На самом же деле, предполагается, что при соединении деталей вместе контакта происходит смятие. И линия контакта переходит на ту линию, которая обозначена на чертеже пунктира. Если сложить все отрезки п1, п2, пи, т, пн вместе, то есть то место, где происходит контакт, то получится опорная длина профиля. Иначе говоря, сумма длин отрезков, отсекаемых на заданном уровне п в материале профиля линии эквидистантной средней линии в пределах базовой длины. А расстояние от максимального выступа до той линии, по которой измеряется эта самая опорная длина профиля, это называется уровень сечения профиля. Чтобы было более понятно, давайте на конкретном примере. Если указано, что относительная опорная длина профиля 60%, а уровень сечения профиля 30%, это означает, что нам необходимо от линии выступов отойти на расстояние, равное 30% от R максимум, то есть расстояние от линии выступов до линии впадин, и на этом расстоянии 60% от общей длины должен быть материал, то есть там будут выступы, то есть там будут B1, B2, BID, BN, а на оставшиеся 40% будет пустое пространство, иначе говоря, воздух. На самом деле, каждый из этих параметров абсолютно автономный, и может задаваться по одному, но так бывает, что иногда задают одновременно два параметра, один из которых называется высотным, а другой либо шаговый, либо, как мы сказали, вот последний, который мы прошли, опорный. А бывают такие случаи, когда назначаются все три вида параметра. Кроме перечисленных шести количественных параметров стандартам, установлены еще качественные параметры, первый из которых – это способ обработки, и он указывается только в том случае, когда шероховатость поверхности следует получить только определенным способом – шлифованием, полированием или шабрением, или каким-то другим видом. Что такое шабер, я хочу, чтобы вы узнали сами из интернета. Второй показатель – это тип направления неровностей, и указывается он только в ответственных случаях, когда это необходимо по условиям работы детали или сопряжения, то есть когда необходимо, чтобы поверхности белого – определенный рисунок. Здесь вы видите, что проверка этого рисунка происходит чисто визуально, по образцам, а все возможные виды нанесения поверхностей указаны в таблице. Тип направления неровностей может быть параллельным, перпендикулярным, пересекающимся, круглообразным, радиальным, произвольным и точечным. На чертеже необходимо все это обозначить. Для этого по стандарту вводится определенное обозначение. На контур поверхности детали наносится птичка, ну условно говоря, птички, и полка знака, и в каждом определенном месте указывается либо способ обработки поверхности, или другие дополнительные указания, либо параметры шероховатости, либо условное обозначение направления неровностей. Если нам, в принципе, все равно, каким образом будет обработана деталь, то ставится только галочка, но наносится она в определенном масштабе и по определенным углам. А вот если у нас с вами необходимо обработать деталь либо резанием, либо травлением, либо полировкой, тогда к этой галочке добавляется еще одна линия. Если нам нужно, чтобы у нас с вами не было удаления слоя материала при обработке детали, то есть это было литье, штамповка, ковка, волочение, тогда в галочку устанавливается окружность. Пример возможного обозначения указан внизу этого плаката. Параметр высоты неровности профиля, параметр шага неровности профиля, относительная опорная длина профиля. В настоящее время существует несколько способов назначения шероховатости поверхности. Первый возможный вариант, когда имеются рекомендации в справочной литературе по выбору числовых значений для наиболее характерных видов сопряжения. То есть, если указана характеристика поверхности, то ей соответствуют определенные значения среднеарифметического отклонения в микрометру. Второй вариант. Шероховатость устанавливается стандартом на детали и изделия, а также на поверхности, с которыми они сопрягаются. Например, требования к шероховатости поверхности под подшипники почения. Иначе говоря, у нас с вами шероховатость зависит не только от вида соединений, но и еще от диаметра, размера соединений. И третий возможный вариант, когда отсутствуют рекомендации по назначению шероховатости поверхности. Тогда можно назначить эти отклонения, если существует допуск размеров, допуск формы или допуск расположения. Если существуют все три допуска, то следует брать допуск с наименьшей величиной. Существует формула, по которой приблизительно назначается этот допуск. Но приблизительно невозможно поставить на чертеж, поэтому после определения этого параметра среднеарифметического отклонения этот параметр округляет до ближайшего ряда стандартного значения. В учебном процессе при нормировании шероховатости рекомендуется применять высотные параметры, чаще всего именно RA, как я уже говорила. Здесь на картинке приведены значения этих параметров для некоторых наиболее часто встречаемых элементов деталей и соединений. Вы видите, что возможно у нас сверление, протягивание, прорезание канавок, резьба нарезания, растачивание, шлифование, фрезерование и развертывание. Все то же самое можно и увидеть в таблице. И наконец давайте посмотрим на реальный чертеж. Здесь четко указаны отклонения на каждом соединении. Там, где зубчатое колесо соединяется с валом, шероховатость поверхности указана, самая точная 0,8 микрометра. Так как здесь не указано, какой именно параметр, автоматически по умолчанию идет среднее арифметическое отклонение. На зубчатые колеса 1,6, на шпоночное соединение канавки 1,6. Но если нету никаких рекомендаций, тогда нам следует посмотреть в правый верхний угол, где написано, что везде, где не указано, шероховатость поверхности должна соответствовать отклонению 6,5 микрометра. Средняя арифметическая точность.